Я благодарю Бориса за недельное чтение, за те пункты, которые он осветил. Но у нас есть две недельных главы. Первая история, чтобы мы не забыли, какой мы народ? Какой мы народ? Израильский народ мы. Мы израильский народ. И вторая у нас недельное чтение из Нового Завета, чтобы мы не забыли, что Машех наш кто? Это не Рэбби из Любавича. Кто наш? Ишуа. Поэтому те вещи, которые мы учим из Нового Завета, естественно, очень важны для нас. Неделю назад мы не изучали из Нового Завета. И не я учил. Мы учили, но не я учил. А сегодня я говорю из Евангелия от Матфея. 19 главы. 19 главы. Матфея, 19 глава. Поэтому я прошу, чтобы вы тоже открыли его. Потому что я хочу быстро пройтись. Слава Богу, что у нас есть телефоны. И можно открыть приложение и посмотреть в телефонах Святые Писания. Но у кого нет, мы можем получить Библию в руки. Давайте начнем с отрывка Писания. Они из Матфея. Я читаю из послания Ефесянам 5 главы. И я читаю стихи 30-31 до 35-го. Начинаю, а потом помолимся. Здесь говорится о том, что Шауль каким-то образом соединяет завет, который заключил мужчина и женщина, и завет, который заключили община и Машеах. Понимаете, о чем я говорю? И он сюда добавляет очень интересное слово. Секрет, тайна. Тайна. Мы будем изучать эту тайну в свете 19-й главы от Матфея. Потому что там написано про похожие вещи. Но немного с другой точки зрения. И я здесь тоже вижу руку Божью из того, что мы читали из недельного чтения. О чем настаивал Моисей перед фараоном? Кто должен пойти и совершить служение Господу? Какая часть семьи? Мужчина, женщина, дети. Кто должен был пойти? Все вместе. Вся семья. И вот мы изучали то же самое в Торе. И Новый Завет хочет нам подтвердить это своей логикой. Матфея 19, я читаю с 9-го по 12-й стих. Я уверен, что эти слова вы читали не один раз. Я три недели уже пытаюсь дойти до этого послания. И каждый раз я получал исправление от многих людей, с которыми советовался. Потому что я верю, что слова, написанные здесь, очень важны. Потому что все это связано с тайной, тайной семьей. У нас здесь много семей в общине. Но до сих пор есть семьи, которые не знают, как справиться. До сих пор есть проблемы. Есть тайна. Но священные писания помогают нам продвигаться. Отец Небесный, молюсь, чтобы ты открыл наши сердца и открыл нашу голову. И, возможно, мы сегодня возьмем уменьшенную версию нашей проповеди. Но я молюсь, чтобы ты говорил к нам. Аминь. Я читаю. И приступили к Ишуа фарисеи, искушали его, говорят ему, по всякой ли причине позволите на человеку разводиться с женой своей. Они его вызывают. Почему? Он пытается показать людям, что в его руках есть духовная власть. Но народ израильский не родился, не образовался во время Ишуа. Он образовался во времена праотца нашего Авраама. Потом Муше. И другие мудрецы построили структуру семейную. Поэтому пробую спросить, что Ишуа думает про брак. И он отвечает. Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину, женщину сотворил их, и сказал посему, оставит человек отца свою и мать, прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек дань не разлучает. Ишуа дает очень сильный принцип. И он возвращает человека к самому началу. Кому Бог проговорил эту заповедь быть вместе? Кто-то помнит? Адаму. Есть еще мысли? Адам и Ева получили одну и ту же заповедь. Правильно? Чтобы двое были одной плотью. С самого начала. Двое становятся одним. Каким образом? До сих пор многие пытаются это изучать. Ну вот, Ишуа дает здесь важный принцип, что так было проговорено сначала. И фарисеи говорят ему, Рави. Мир не состоит из черного и белого. Есть еще серые части в этом мире. И не всегда идет по написанному. Кто знает, что в жизни не всегда идет все по написанному? 20% в это верят. Очень хорошо. Остальные все живут точно по букве закона. Молодцы. Очень хорошо. Ишуа соглашается. И они говорят. 19, 7, 8, 9. Они говорят ему. Как же Моше сказал, давайте, есть разводное письмо. Ишу отвечает, Моше из-за того, что вы в другом переводе сказано, здесь написано нежное, а в другом переводе сказано, упрямый и тупый. Бог позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние, и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной, прелюбодействует. Ученики знали некоторые вещи, которые существовали в то время. Было толкование. Говорили, таким образом можно разводиться, а так нельзя разводиться. И вдруг Ишуа дает такую очень точку зрения, резкую, радикальную. Он говорит, нельзя разводиться, кроме, если есть вина при поливодеянии. Почему измена или прелюбодеяние это достаточная причина, чтобы развестись? Кто-то знает, почему? Окей. Они становятся двумя, не плоть, а становятся корова и свинья. Нахон. Нахон. Это правда. Но если мы посмотрим, почему человек, который совершил измену по отношению к своей паре, становится нечистым, и брак уже не существует. Тут не говорится даже о разводе. бояцем согласно Тории, согласно еврейскому пониманию, когда человек совершил прелюбодеяние и изменил своему мужу, то он просто отменяет свой брак. Второй становится свободным. Но первый он как будто на себя в вечности вылил ведро мусора. Так Тора смотрит на брак. И Ишуа говорит об этом. Поэтому ученики здесь взошли в шок. И они делают логический вывод. Десятый стих. Они говорят, если такая обязанность человеку к жене, так лучше не жениться. И Ишуа говорит, здесь тоже есть оправдание. Он говорит, есть люди, которые родились, и у них нет, они не хотят жениться. У них нет нужды жениться. Почему? Возможно, есть какой-то сексуальный дефект. и они просто не могут. И такое существует в мире. Есть люди, а которые решили не вступать в брак. И это тоже существует. Я знаю несколько людей, которые из-за того, что у них есть определенное видение мира, и из-за того, что у них есть какая-то вера, например, католики, у них есть как называется? Целебат. Обед. Есть еще люди, которые вот так вот живут без брака, что кто-то причинил им вред половым органам, и нет никакого смысла вступать в брак. Есть много разных примеров и комбинаций, но понятно, в чем я говорю, да? Мы говорим не об этих исключениях. Мы говорим о стандартном браке. Извините, если у меня моя проповедь не настолько волнующая и прекрасная. Но эти вещи, которые нужно и стоит знать, согласно еврейскому пониманию, важно знать, что в браке есть несколько целей, и эти цели написаны в Святых Писаниях. Первую мы уже упомянули немного. Тайна. Что-то небесное. И я утверждаю, что это присутствует в каждом браке, особенно в браке еврейском. Почему особенно в браке евреев? Потому что Израиль, как нация, начал свое начало не с ничего, а со Слова Божьего. Я извиняюсь. У меня есть опыт стоять на сцене, но у меня, когда звучит телефон, я просто теряюсь. Поэтому сделайте, пожалуйста, все, чтобы было тихо. Второе. Почему Бог делал завет, и какая есть цель у завета? Я имею в виду завет брачный. Продолжать поколение. И одна из заповедей, которую мы находим в бытие, плодитесь и размножайтесь. Знаете ли вы об этом? Одна из функций брака, чтобы потом у вас были дети. И это написано в самом начале Святых Писаний. Третье. Есть нужда для того, чтобы построить правильные отношения между женщиной и мужчиной. Если люди вступают в брак для того, чтобы просто производить детей и не думают о правильных отношениях между мужчиной и женщиной, то у этих людей есть большая проблема. И такой брак не продолжается вечно. Есть проблема в таком браке. Поэтому мы немного поучим по этому поводу. Про тайну мы поговорим немного потом. И вот есть у нас продолжение рода. В древнем мире не было понятно о само собой разумеющемся продолжать род. И были много народов. Когда рождался проблемный ребенок, его убивали просто. Это была традиция в Риме и в Спарте и во многих местах в мире. Если видели ребенка, который слабый или с которым не все в порядке, его сразу выбрасывали в воду или умерщвляли другим образом. Почему-то фараон думал, что все дети израильтян были с каким-то дефектом. И он сказал, возьмите сынов из сынов израилевых и бросьте их в воду. В мире, который служил идолам, не было ценности человеческой жизни. Но евреям Бог сказал с самого начала, то, что у вас рождается, это ваше и заботитесь о них. И даже в самом еврейском провозглашении «Слушай, Израиль, Господь Бог будет един» есть. и написано, и написано, и научи своих детей, когда они ложатся спать и идут при входе и при выходе. к сожалению большому. к сожалению большому, если мы сегодня посмотрим в интернете количество абортов, совершаемых, и это однозначно против закона муше, против Божьего слова, против Божьего стандарта, вы увидите, что каждый год убивает больше детей, чем все убитые во время Второй мировой войны. И это был минимум 45 миллионов людей. Поэтому первое в браке это продолжение рода и любить их и вкладывать в них. Это заповедь, это святое, и это очень по-еврейски. если кто-то какой-то верующий в этом мире, верующий в еврейского Машеха Ишуа и называет себя христианином, но пренебрегает этой заповедью, он пренебрегает Божьим стандартом, и это проблема. Второй пункт. Что важно в браке? устроить отношения между мужчиной и женщиной. Я не говорю про секс. С Диа Прайда очень много написано. Что можно, что нельзя. Когда можно и когда нельзя. Ничего, согласно Торе, не изменилось. Не хочу заходить детально в эти вещи. но без сомнения брак еврейских мужчин и женщин начинается с отношениями с Бога каждого из них. потому что Авраам и Сара они поженились, скорее всего, вступили в брак до того, как стали верующими в Бога. Но когда Авраам услышал голос неба, мы практически сразу видим, что у Сары тоже была возможность услышать Божий голос. И мы смотрим на характер ревеки Илей. И мы видим то, как относилась к Богу Рут. и как относилась бывшая проститутка Рааф, когда она сказала «Бог ваш Бог мой». Вот это отношение к Богу у мужчины и у женщины в каждом браке это 80% удачного брака. Если вы хотите своими силами построить брак, пожалуйста. Но царь Соломон сказал что нитка втрое скрученная, ее труднее порвать. И там написано про брак. Мужчина и женщина и Божья сила вокруг них. Почему я говорю об этом? Возможно вы перед браком брали совет у психолога или у вас были проблемы в браке, вы тоже обращались к психологу. Это хорошо. Но прежде всего нужно обратиться к психологу, который сидит выше всех. С тем же отношением, про которое говорил сегодня Борис утром, с сокрушенным сердцем. И тогда ты получишь сверхъестественную помощь. и его сила откроет твой разум и поможет тебе. И ты сможешь делать правильные шаги для всякого улучшения. Потом мужчина является главой семьи. Он должен приносить деньги. И опять-таки в современном мире не всегда это работает. Иногда жена является инженером в хайтыке. А мужчина работает на стройке. Нет, невозможно, чтобы она зарабатывала меньше, чем он. Поэтому несколько вещей изменились. Но если в ее голове сидит та же мысль, что мой муж сидит со старейшинами города на высоком месте, тогда будет благословение и успех в этом браке. Но на случай есть санкции. Вдруг у нас не станет отношений с Соединенными Штатами и не будут покумать наши высокотехнологичные программы. И вдруг она получает увольнительное письмо. И тогда все еще эта ответственность лежит на мужчине, чтобы было, что есть и пить дома. А если у него в голове не существует этот принцип, тогда это проблема. Она приносит мир и покой в дом. она приносит комфорт в дом. И это ее ответственность. Она делает что-то, чтобы когда он вернулся с работы, он чувствовал себя хорошо. Вы знаете, я прочитал книгу про Маргарет Тэтчер, кто знает эту женщину. Вы знаете, Британия не самая слабая страна в мире. Британия очень многим занимается, не как Америка, но достаточно занята. Но после работы Маргарет Тэтчер возвращалась домой и она готовила ужин своему мужу. Потому что принцип Святых Писаний был очень глубоко посажен в ее разуме. И когда она была у власти, то она очень продвинулась. И дополнительное слово отца слово мужчины важно для своего детей. Иногда есть мысль такая, что женщина занимается детьми, а он сидит и смотрит телевизор. Я не против телевизора в принципе. Но слово мужчины должно быть решающим дома. Если дети это видят, они растут с правильным пониманием и заходят в жизнь с правильными мыслями. если ты как мужчина пренебрегаешь и не занимаешься воспитанием своих детей, то потом у твоих детей будут проблемы. Но каждый день, час за часом, женщина, которая изливает свое сердце для маленького ребенка или для подростка, это то, что строит его. Поэтому мамы, пожалуйста, поймите это. В еврейском браке в древние времена была традиция брачного договора. Кто знает, что такое ктуба, брачный договор? Это мужчина говорит, если я с тобой развожусь, я тебе даю деньги, и тебе будет достаточно на много лет вперед. Я видел современные суммы в брачных договорах. От пяти тысяч до полтора миллиона. Достаточно высокие суммы. И иногда это для женщины соблазн для того, чтобы развестись. Но согласно современной современной до брачного договора стоит, как это записка. Ничего там оттуда вы не получите. Ничего. Я объясню, почему. Потому что в древнем мире женщина была нулем полным. и когда мужчина вступал в брак с женщиной, она была частью его, но такой маленькой частью его, что на нее даже не смотрели. поэтому еврейский закон дал защиту, как бы защиту женщин, что если будет какой-то конфликт дома, и он разведется с ней, тогда он даст ей компенсацию. И то, что написано, о чем я говорил в Ишуа, он говорит только про инициативу мужа. Он говорит, посмотрите, что здесь написано. Смотрите, что мы прочитали. Матфея 19, 8. была инициатива только со стороны мужчины. Что это значит? Если она вдруг увидит симпатичного парня на стороне и уходит с ним, тогда у еврейского мужчины было право взять его жену, которая стала нечистой, и выкинуть ее из дома. И не дать ей 10 копеек. Потом, в древнем времени, он стал свободным и мог жениться с кем он захотел. но если она сделала другой грех, это не было прелюбодеяние, и он захотел с ней из-за этого развестись, тогда было возможно, но она ему показывала брачный договор, и он должен был заплатить ей деньги. Теперь вы поймете, почему я говорю столько много судебных вещей. Это был древний мир. В современном мире все изменилось. И сегодня у женщины равноправие с мужчинами. И если сегодня она виновна в разрушении брака, суд судья в суде может сказать так, ты ужасная мать, все дети будут жить с папой, а ты то, что будешь зарабатывать, 60% будешь платить алименты. Сегодня смотрят на виноватого, как на слабого. и у добрачного договора нет того смысла. Но есть принципы, которые написаны в Святых Писаниях, и они важны, и они действуют и сегодня. Об этом мы сейчас поговорим. Можно ли разводиться? Ишуа говорит, в Матфея 19 главы Ишуа говорит, ни в коем случае нельзя разводиться, кроме вины прелюбодеяния. Давайте посмотрим, что еще написано в Святых Писаниях и в Новом Завете. Рав Шауль. Мы посмотрим в в Первом Коринфинах, в Седьмой главе, с 10 по 15 стихи. И Шауль говорит, я прочитаю Первое Коринфина, седьмая глава, я начинаю читать с 10 стиха. И тот, кто читает на русском языке, вам нужно исправить кое-что в своих Библиях, потому что русский перевод немного проблематичный. А вступившим в брак не я повелеваю а Господь жене не. По-русски написано разводиться с мужем. Нет там мила развода. Есть мила оставлять, покидать, не покидать мужа. Если же оставить, нету слова развод оставить, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены. Что написано здесь в 10-11 стихе? Как вы понимаете, в мире много серого, не белое, не черное, а серое. И вдруг есть такая ситуация. Женщина попросила у мужчины красивый пиджак или красивое кольцо, как у Юли. И он смотрит и говорит, столько денег у меня нет. Я запланировал кое-что другое сделать. И вдруг она говорит, пока кольцо не получу, я буду жить у мамы. А если ты поменяешь свое мнение, ты можешь прийти за мной обратно. про развод здесь не говорится. Это как будто как перерыв. К сожалению, большому я это не поддерживаю. Но это происходит в жизни брачной. Есть разные ситуации. Или она, или он. Они возвращаются в дом к своим родителям. и говорят, пока кое-что не улучшится, мы вместе быть не можем. Это происходит. И это время для того, чтобы бежать к духовному лидеру или к психологу и попросить помощи. Потому что Шауль говорит, нельзя разводиться. и вступать в брак с кем-то еще нельзя. Это принцип очень ясный. Вы со мной? Мы продолжаем вперед идти. Вдруг есть тут 12 стих, 13 и 14 и 15 тоже. И тут есть проблема. Я объясню, какая здесь проблема. Впрочем же я говорю, не Господь. Он говорит, я говорю, не Господь. Если такой брат имеет жену неверующую и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, пусть и хочет жить, пускай живут. неверующая сторона не хочет, пусть разводится. Нам нужно понять, что здесь написано. Кому пишет Шауль это письмо? Коринфи. Во-первых, это не евреям написано. Где они жили? в Коринфе. Что вы думаете, нужно подумать, когда вы читаете неверующая жена или неверующий муж? Какой смысл здесь? Что значит жена неверующая, муж неверующий? Скажите мне. Не исполняют заповеди. Еще. вот это ответ. Это не имеется ввиду атеист. Потому что неверующий в Бога Израиля и его стандарт, но этот человек мог поклоняться Астарте. Знаете, что значит Астарта? это был храм и часть поклонения была секс. И послушайте, что говорит Шауль. Он говорит, если ты верующий, она идет поклоняться в храм Астарте и там спит с мужиками другими или наоборот. Она верующая, а он идет в храм Астарте и спит там с другими женщинами. развода продолжает неверующая сторона против развода продолжает с ним жить. Слава Богу, что Павел сказал не Бог повелевает, а я. Что это значит? В принципе, что он здесь описывает, это проституция. Это блуд, который отменяет силу брака. Но Шауль обращается к Святым Писаниям и он приносит приговор. Он говорит, прощение есть от суда. прощение выше, суд. Прощение выше, чем суд. Если верующий в Бога человек может простить своего супруга, который раз за разом нагрушает брак завета, то оставайтесь вместе. Это прощение. Какой милостивый человек был Шауль. Я бы не мог идти согласно его совету. Я знаю, что многие не могли бы пойти. Но он дает нам такой стандарт, куда нам нужно стремиться. чтобы у нас было много милости. Если он сказал простить твоего мужа или жену, который изменяет тебе, так насколько мы должны прощать наших супругов, которые не прелюбодействовали против нас, а в чем-то поссорились или не согласились. Но даже в общинах сегодня есть тенденция, он меня не любит. мы не согласны. Давай разведемся. И это в мире растет и растет. Когда я изучал эту тему, вдруг почувствовал себя либералом. И я каюсь, что не понимал, не понимал, как нужно то, что здесь написано. Брак это святое. И всю свою силу нужно вкладывать в него для того, чтобы сохранить этот брак. И если есть проблема в браке, это время побежать и просить помощи. Потому что лучше исправленный брак, чем развод. И сейчас я хочу сказать кое-что еще. В святых писаниях Шауль говорит один раз следующее. Я бы этого человека предал сатане. Кто помнит этот стих? Кто помнит это место писания? Я бы этого человека предал сатане за то, что он сделал следующее. я думаю сегодня когда есть проблемы в браке и один просто берет и на себя такую смелость разводится важно пригласить эту пару в общину и в присутствии старейшей общины сказать в мире есть разные формы храма человек это храм храм настоящий это храм и община это храм но и семья это тоже храм и написано в святых писаниях кто посмеет разрушить храм божий то он паразит того бог я думаю что лидеры пасторы и старейшины они снизили свои стандарты требования и поэтому в мире есть столько много разводов и мы снизили требования наши по отношению к помолвке вчера мы обвинялись кольцами завтра поженились я хочу сказать я это изменю должно быть время познакомиться друг с другом если вы собираетесь пожениться вам нужно знать что это на всю жизнь божий стандарт очень высокий из-за той причины с которой я начал свою проповедь завет брачный это тайна но эта тайна имеет отношение к Израилю и к общине к Богу это пример отношения между Ишуа и между верующими это нечто глубокое и святое я хочу закончить мы говорили про слова Ишуа мы учили слова Ишуа он говорил про брачный договор сегодня это не имеет значения но я говорю про письмо я говорю что письмо само не имеет значения но завет между мужчиной и женщиной это нечто вечное и очень важное я говорю тем которые еще не вступили в брак я говорю тем которые имеют детей которые в будущем вступят в брак относитесь очень осторожно и с большой ответственностью к этому к этому вопросу потому что большего на этой земле нет ничего кроме веры в Бога а второе на втором месте это наш брак я хочу помолиться небесный отец я благодарю тебя за брак я благодарю за наш брак я молюсь за те браки в которых есть проблемы как мы сегодня молились за полное исцеление наших тел я также молюсь чтобы ты дал полное исцеление проблематичным бракам я молюсь за молодых людей за тех которые хотят вступить в брак я молюсь чтобы ты сохранил их от неправильного человека и привел их в правильное место во имя Ишуа Машиха Амин и в конце если мы продолжаем читать Матфея 19 главу после брака есть рассказ как люди не давали детям приходить к Ишуа Ишуа сказал не мешайте детям приходить ко мне знаете как я связываю все эти пункты если мы правильно строим наши брачные отношения это открывает широкую дверь без помех для того чтобы наши дети обращались к Ишуа и чтобы получили благословение и продолжили правильным путем идти пусть Бог благословит нас всех давайте встанем встанем и встанем встанем